Здорово живете! Меня зовут Евдокимова Анна Павловна, и я являюсь педагогом дополнительного образования МОБУДО ЦВР «Ровесник». В целях реализации задачи по совершенствованию системы патриотического воспитания наше учреждение осуществляет активную деятельность по сохранению традиционной народной культуры, сохранению и укреплению межнационального общения, развитию межэтнических отношений, реализации военно-патриотического воспитания. Проводятся мероприятия с участием представителей казачества, национально-культурных объединений, диаспор. В программе и репертуарном плане клубных формирований Центра используется краеведческий этнографический материал, а также материалы патриотической направленности. Представители Центра регулярно выступают с докладами на научно-практических конференциях области, активно участвуют в областных мероприятиях казачьей направленности, взаимодействуют с учебными заведениями, учреждениями культуры и духовенством, музейными работниками, археологическими экспедициями и движением реконструкторов. Земли Амурской области были присоединены к России и освоены казаками. Для нас очень важно бережно хранить традиции и дух славных предков, поэтому на базе Центра реализуется образовательный казачий компонент в кружке по изучению и развитию казачьей культуры «Зеленый клин». Там обучающиеся не только изучают историю амурского казачества, но и активно пишут свою. МОБУДО ЦВР «Ровесник» на сегодняшний день является единственным учреждением дополнительного образования в Амурской области, вошедшим в Государственный реестр учреждений, реализующих образовательный казачий компонент. Коллектив кружка является одним из постоянных участников всех крупных казачьих мероприятий в области и широко известен за ее пределами. Среди направлений работы представлены этнография, история, культурология, допризывная подготовка, этноспортивные дисциплины и многое другое. Немаловажным аспектом является сотрудничество с духовенством. Коллективы Центра принимают активное участие в жизни Церкви как в районе, так и в области. В период летних каникул была проведена серия этноспортивных казачьих игр на базе летних оздоровительных лагерей и площадок. Проведены выездные мастер-классы и семинары. На базе ДЮС США Силаромны регулярно проводится кубок по военно-тактическим играм «Как казаки». Команда Центра играет в Федерации военно-тактических игр Амурской области и на Кубок Юнармии, а также является призером военно-патриотических соревнований «Патриот Амура», «Казачья сечь», «Лиманск-1», «Казаки Амура», «Честь и доблесть», «Спецназ», «Кубок Победы». Участниками кружка по изучению и развитию казачьей культуры «Зеленый клин» был проведен цикл тематических мероприятий «Живы вопреки» на базе «Мобу Ромнинская СОЖ» имени Гончарова в селе Ромны, а также комплекс выездных мероприятий в рамках открытого фестиваля казачьей культуры «Казачий десант». Обучающиеся регулярно выступают на войсковом празднике Амурского казачьего войска на базе Белогорской федерации конного спорта в селе Павловка, на ежегодной казачьей ярмарке в селе Грибское, на ежегодном межмуниципальном фестивале казачьей культуры «Праздник Амура», тесно сотрудничают с Амурским региональным детско-юношеским общественным движением «Молодежная казачья организация» Уссурийского войскового казачьего общества. Уверенно выступили на районном стлете подростково-молодежных объединений «Ветер перемен» на базе МБУК РДК села Ромны. Ведется комплексная работа по исторической реконструкции с привлечением широкого ряда специалистов. В рамках работы по исторической реконструкции Амурского казачества я снялась в новом документальном фильме «Где раз поднят русский флаг» фонда Петропавловск. Премьера картины о захватывающей истории Дальнего Востока в середине XIX века намечена на декабрь 2020 года. В фильме представят мнение историков, военных и морских специалистов, покажут и процитируют исторические документы. Фонд Петропавловск планирует его прокат на федеральном и региональном телевидении. Фильм будет презентован на отечественных и зарубежных кинофестивалях. Кроме этого, планируется использование фильма как учебного пособия по истории Дальнего Востока и Преамурья в учебных заведениях Амурской области и других дальневосточных регионах. Учащимися МОБУ ДОЦВР «Ровесник» и привлеченными волонтерами была реализована часть проекта создания интерактивной карты «Почесть» по Ромненскому району. Данный проект предусматривает создание подробной интерактивной карты памятных досок, обелисков, мемориальных досок и памятников, установленных в Амурской области, с возможностью выбора не только районных центров, но и отдельных населенных пунктов. Карта будет представлена в нескольких вариантах. Свободный доступ в сети интернет, мобильное приложение для скачивания в мобильное устройство с возможностью постоянного обновления данных, отдельно созданное приложение для автономного просмотра на персональных компьютерах. Были сделаны фотографии культурных ценностей района для реестра культурного наследия России и каталогизаторов культурных ценностей. МОБУ ДОЦВР «Ровесник» имеет весомый опыт по использованию в системе образования ИКТ и мультимедийных продуктов. Это существенно упростило работу в период самоизоляции, позволив провести цикл виртуальных туров по различным музеям войсковой казачьей и амурской истории. Также была проведена серия вебинаров и онлайн-тренингов. Обучающиеся смогли достойно подготовиться и выиграть целый ряд дистанционных конкурсов, в том числе и по армейскому рукопашному бою, и принять активное участие в районных патриотических фестивалях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова